В музее Великой Отечественной войны подвели итоги и наградили победителей республиканского конкурса сочинений «Забвению не подлежит». В этом году конкурс проводился уже в третий раз. В нем приняли участие школьники пятых-одиннадцатых классов. Они были разделены на три возрастные категории. В младшей группе победителем стал ученик седьмого класса из села Саханка Давид Ивашов. Молодой человек говорит, что очень старался. Почти две недели работал над своим произведением, исписав несколько черновиков. А посвятил его Давид войне в Донбассе и своей погибшей однокласснице. Карина была веселой девочкой, всегда улыбалась. Погибла она на день Святого Николая, 19 декабря. После школы с мамой они ехали на велосипеде домой. И упал снаряд сзади. Маму ранила осколками, а Карину убила насмерть. В этот раз на конкурс было подано свыше 1700 работ. И это намного больше, чем в предыдущие годы. Как отмечает жюри, улучшилось и качество сочинений. Оценивалась оригинальность, стилистические особенности текста, грамотность. В этом году дети уже воспринимали прошлое через призму настоящего. То есть вот в рассказах о Великой Отечественной войне все-таки звучала нотка современности. При этом возникают плеяды писателей. Потому что они те ощущения, которые могли быть во время Великой Отечественной войны, стали описывать, скажем так, тоньше. Потому что они стали описывать свои ощущения от войны нынешней. И это стало фактором улучшения качества рассказа, улучшения качества эссе. Они пишут искренне, они пишут открыто. Ну, собственно говоря, как и любой ребенок. Ребенок не врет. Ребенок пишет правду. И когда нынешнее время накладывается на то время, и вот эти события, которые нынешние происходят у нас, ребенок осознает это все и пишет в своих сочинениях. Ну, вы знаете, некоторые сочинения, честно сказать, и многие члены жюри скажут, без слез просто читать невозможно. Жюри пришлось нелегко, ведь для оценки работ была отведена всего неделя. Такие вот сочинения, да, ну тяжело через сердце пропускать. Я действительно отдаю должное жюри нашему, да, которое я смогу от 1700 сочинений через себя пропустить и выбрать лучший. Хотя как можно выбрать лучший, да? У каждого в семье свой герой. Вот. И в этих сочинениях участвовали непосредственно родственники тех освободителей Донбасса, которые погибли в Великую Отечественную войну, и тех ребят, которые освобождали Донбасс сейчас, с 2014 года, по сегодняшний день. В этом году общественная организация «Оплот Донбасса», по инициативе которой и проводится конкурс, решила дополнить его еще одной номинацией. Кроме сочинений, дети также представили свои видеоролики. Был буктрейлер, посвященный повести о настоящем человеке. И там просто мальчик лет десяти, наверное, просто на фоне кадров фильма, причем эти кадры фильма не закрывают его, они вот как бы рядышком идут, как видим. Просто пересказывает содержание этой повести. И при этом ты понимаешь, что тебе интересно его слушать. Конечно, это было не, ну скажем так, не клип-победитель, но в то же время это клип, который был способен заинтересовать. Понимаете, он не с бумажки читал, он просто сидел перед экраном и пересказывал содержание истории Марии Сева. Это было трогательно и интересно. Победителей конкурса приветствовал вокальный коллектив «Игрушка», исполнив песню о трех танкистах. Победителям конкурса были вручены сертификаты, а также ценные подарки. Смартфоны, жесткие диски и наборы книг. Елена Шинкаренко, телеканал «Оплот».